Десятки коробок гуманитарной помощи заполнены самым необходимым для бойцов на передовой. Среди вещей – спецодежда, термобелье по погоде, продукты долгого хранения и медикаменты. В пункт сбора гуманитарки в Центре дополнительного образования «Искра» ежедневно тянулся поток неравнодушных жителей промышленного района. О том, что нужно защитникам, узнавали заранее и старались максимально все подготовить. У нас есть контакты прямые в администрации со всеми командирами подразделения. Есть понимание, что им нужно, какие у них есть нужды. Есть понимание, что люди могут. Но опять же, мы людей не ограничим. У кого-то есть какие-то возможности материальные, у кого-то нет. Кто-то вяжет носки, кто-то помогает посильно в каких-то более серьезных закупках вещах. Здесь мы уже никого не ограничиваем. Членам Союза женщин промышленного района и другим общественным организациям и объединениям гуманитарный груз удалось собрать всего за неделю. Уже через несколько дней посылку отправят на передовую. Приготовили не только самые необходимые продукты, но и сладости, чтобы порадовать защитников в преддверии 23 февраля. Частичку тепла из родной Самары передали и вместе с одеждой. Носки и свитеры шили сами. Для этого в 154-й школе организовали акцию «Свяжемся». Закупили пряжу, они обучили тех детей, старшеклассников, которые не могли вязать. У нас есть фото, где они за столами вяжут и отправляют. Но они работают точно не только с нами, но и конкретно отправляют в воинскую часть. У них есть ученик, который находится на передовой. Он приезжает и они отправляют им в полу. Отправить защитникам свой привет из дома спешили и ученики других местных школ промышленного района. Детских писем солдатам накопилась целая коробка. Сотрудники Центра дополнительного образования «Искра» отметили, пока отправляют этот гуманитарный груз, на очереди готовится и следующий. В свою очередь, администрация промышленного района активно поддерживает благодетелей с желанием помочь военнослужащим. Содействует в поиске помещений и закупке необходимого оборудования. Помогают и семьям мобилизованных самарцев. Ежедневно решаются возникающие бытовые и социальные вопросы. Такие как питание в детском саду, предоставление медицинских услуг, получение выплат и другие просьбы. Михаил Ермоленко, Максим Гусев. События.